Вот Сашка опять начистил все. Сейчас посмотрим. Здравствуйте, дорогие наши. Сейчас мы вам кое-что покажем, расскажем, чтобы вы были в курсе наших дел. Да? Рассказывай, какие у нас дела. Как, 23 дней. Два претендента на выбывание. Значит, один, который пободрее, у него водянка 90%. 100% мы вам сможем дать, когда его скроем. Не надо, ему больно, ты знаешь. Вот, надутый синий живот. Тихо-тихо-тихо-тихо. Синеет птица. Вот с крылом, ой, вообще видно. Да-да-да. Попа синяя. Здесь водянка. Здесь все ясно. Ну, скорее всего, точно мы скажем после вскрытия. Вот этот вот товарищ. Совсем расстроенный. Совсем расстроенный, да. Но у него неявные признаки. И нету попы. Признаки. Попа не сильно надута, скажем так. И не синяя. Да, и не синяя. Что с этим господином, мы не знаем, тоже скроем, расскажем. Мы сейчас петухов будем убирать своих породных. Их тоже в перосъемку сунем. Потом скроем и напишем, наверное, внизу под видео, что с ними было. Так, сейчас мы вытаскиваем клетку, моем срочненько, потому что... Это надо было сделать два дня назад, но я уезжала. Да. Мы рассаживаем вот эту птицу. То есть здесь, получается, 148 осталось, останется на данный момент. Ты сейчас говно чистил? Я утром, да, сегодня почистил, потому что их уже очень много на такой площадке. И они навалили, дай боже, за ночь. Я почистил. Вот, сейчас мы просадим. Эксперимент заключается в ежедневной чистке помета, чтобы уменьшить содержание аммиака в воздухе. И при отсутствии, ну, при естественной вентиляции, вентиляция, она все равно присутствует. В каждом комментарии практически через один пишут про вентиляцию, что, чувак, у тебя здесь ничего не будет существовать, жить и расти без принудительной вентиляции. Смотрите, еще раз попытаюсь объяснить свою ситуацию. Конечно, у нас здесь будет вентиляция. Ее нету на данный момент, мы не успеваем все сразу сделать. Мы только запустили этот курятник. Это первый пункт. Второй пункт. Я, ребята, не считаю, что у меня ее здесь нет, в принципе. Она здесь есть, и она очень даже хорошо справляется. Объясню, почему. Вот, возможно, именно в моих условиях. Вот длинное помещение, 12 метров. Окна, там два окна. Здесь окно, покажи. Я бы назвал эту систему тоннельного типа, естественной вентиляцией. Ну, если можно так. Вот руку подношу. Здесь... Поднеси, нет. Рука уже не... Здесь есть приток не сильный, не сквозняковый, а нормальный приток свежего воздуха. Движение воздуха присутствует. Вот здесь, видимо, ветер оттуда. Бывает наоборот. Сейчас ветер оттуда, сюда задувает свежий воздух, оттуда он выходит отработанный. Ваши птицы на сквозняке. Сквозняка здесь нету. Я не знаю, как вам это доказать, но... А я знаю. Как? Пух на полу лежит, видите? И не шевелится вообще. Да, при этом циркуляция вполне, я считаю, для 150 штук на эту площадь, ну, плюс еще в брудере, более чем достаточная. Вот если я поставлю сюда вентилятор, да, вытяжной, вытяжной вентилятор, что изменится? Ничего не изменится. У меня также будет это же движение воздуха. Оно у меня и без вытяжного вентилятора сейчас присутствует. Вентиляцию я буду здесь делать вообще без вытяжки. Без, вернее, вытяжного вентилятора. Будет приточка. Я об этом потом расскажу. Второй, да уже третий момент, да, почему мы не торопимся делать ее. Пишущие люди про то, что нужна вытяжная вентиляция, они все живут на югах, возможно. У кого температура окружающего воздуха, наружного, там, 20 градусов, у нас ночью было ноль. Если я здесь тупо сделаю вытяжку, да, у меня засосет вот этот вот воздух с нулевой температурой в курятнике, и птица у меня будет дышать чистым воздухом, она тупо замерзнет. Понимаете? И чтобы мне закачивать сюда свежий воздух, мне его нужно подогревать. Если я буду подогревать вот сейчас, в летний уже весенний период, свою птицу, в зимнее этого не избежать, я согласен. Но вот сейчас, если мне подогревать приток, да, то, допустим, 2 киловатта на 24 и на 7. У меня птица золотая будет, я ее должен буду по 1000 рублей килограмм продавать. Соответственно, это невозможно, да. То есть, можно даже не начинать выращивать здесь птицу при вот таких энергозатратах. Если мы не сможем растить 150 броллеров на таком помещении без вентиляции, а расчетная вот, как бы, рассчитывалась эта площадь на содержание здесь 400-500 где-то голов, вот если мы не сможем без принудительной вентиляции вырастить 150, то мы и 500 с принудительной тоже не сможем здесь вырастить. Понимаете? Ну, мне так кажется. Поэтому мы хотим сейчас для себя выяснить, на личном опыте, на собственной шкуре, понять, почему возникает водянка. То есть, 100% это вентиляция, либо это не так, а, допустим, важно еще убирать помет вовремя. Мы вот сейчас вот так рискуем своей птицей там, да, делаем, ставим эти эксперименты, в первую очередь для себя. И делимся этой информацией с вами, чтобы вы не наступали на наши грабли, а уже понимали, что важнее здесь. Так что, возвращаясь к комментаторам, я не считаю, что у меня здесь нет вентиляции. У меня офигенная вентиляция. И то, что если я вот сейчас при таком количестве птицы ставлю куда-нибудь в окно или в стену дополнительно вытяжной вентилятор, у меня будет то же самое, я считаю. Потому что у меня три окна открыты вот на откидное проветривание. Я стою, я чувствую приток свежего воздуха. Что изменится от того, что будет еще крутиться вентилятор, который, если вы понимаете, должен иметь определенную производительность, но при всем при этом иметь невысокую скорость вот этого потока воздуха, высасываемого, чтобы не создать сквозняк. И зачастую все вот эти вытяжные вентиляторы, что применяют другие люди, они вообще не подходят для этого, для помещений с содержанием бройлеров. У них слишком высокая скорость. И если вы посмотрите птицы фабрики, ролики есть в интернете, вращения вентиляторов, их много, и они очень медленно вращаются. Так вот, на данной стадии, вот при 150 в одной клетке, я не вижу никакого смысла здесь мне сейчас вот устанавливать вытяжной вентилятор. Он просто будет потреблять электроэнергию, и у меня что с ним, что без него, будет одинаковая циркуляция воздуха. Я понимаю, что вы не можете проверить, вы не присутствуете здесь, и убедиться в этом лично, но все, что я вам могу сказать, вот по своим ощущениям, вот это так. Я должна оставить, конечно же, как вы меня понимаете, свои три копейки. Здесь абсолютно не пахнет никакими нехорошими запахами. Мы с тобой читали, что человек аммиак может не чувствовать. Здесь не пахнет ни аммиаком, ни вообще, как будто здесь содержится птица. Здесь запаха такого нет. Это слишком маленькое поголовье для такой площади, чтобы птица страдала от отсутствия вентиляции или ее маленьком количестве вентиляции. Еще учтите, что мы с вами абсолютно честны. Мы, возможно, и не стопроцентно, и однозначно не стопроцентно правы по поводу того, что просто чистим помет, оставив прежнюю вентиляцию. Поэтому мы вам показываем результаты, что вот есть птица больная, которая выпадает из общего числа эксперимента. Поэтому мы честно расскажем вам. А не то, что мы сделаем вид, что у нас ни одна птица не погибла, и мы бертоньяны так чистим помет, и все отлично у нас получилось. Понятно? Потому что в ваших хороших результатах мы тоже заинтересованы. Чтобы вы нам потом не сказали, что мы что-то скрыли или что-то сделали тайком от вас. Вот он какой умненький, смотри. Он стал пить водичку. Вот тебе и водянка. Что с ним делать? Что с ним делать, а? Я его приговорил, на самом деле, вытащил на улицу, а он вон-то расходился. Ну смотри, он без еды у меня уже больше суток сидит. Поэтому я голодную, наверное, всю эту травку кушает, все ходит. Ну что, оставить к несушкам? Крыло мне подними. Блин, ну... Ну это может быть... Это синяк у меня. Здесь получится. У тебя синяк? Может, ты поэтому и расстроен, что у тебя синяк под крылом? Ну, у него попа синяя была прям... Сейчас она, мне кажется, смотрит... Порозовела? Порозовела, что ли? Может, это... О, чудо. Нет, я не об этом. Просто когда... Помнишь, водянка, они же не двигаются, у них за 100 крови происходит. А здесь сейчас он разбегался. Может, разогнал? Ну что, давай его оставим. Посмотрим. Действующий метод от водянки выпустить побегать, да? А второй-то все... Второй? У него нет водянки. Ну, не плотный живот, но он уже грустный, вон он сидит. Ну, второе, со вторым-то мы разберемся, а с первым-то с этим что делать? Иди ко мне, мой золотой. Иди ко мне сюда. И он покакал так неплохо, я видел. Ну, давай его в клетку вернем, а посмотрим, что все-таки будет. Ну, то есть он остается пока, правильно? Видимо, остается. Значит, мы неправильно сказали. Значит, не минус 2, а минус 1 будет в этот раз. Ну, минус 1, да. Давай, ходи, гуляй. Он не стал садиться тут в тени. Ну, ладно. Вот, видите, как расходился. Ну, ты мой сладкий, а. Давай, 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 пробь здесь чуть-чуть, мы тебе же карт-бланш даем. Еще одного вопроса хотел коснуться по поводу участившейся отсылы нас на видео одного известного украинского блогера, уважаемого и с большим опытом пиццевода, вот, по поводу его ролика о водянке. Значит, мы там были, мы все смотрели, оставили комментарий, больше нас туда, пожалуйста, не посылайте. Мы не совсем согласны с выводами, сделанными автором в этом ролике. У нас есть тоже видео о водянке, где с научной точки зрения мы пытались донести эту проблему, которая описана в статьях научного толка. Вот, нигде в этих статьях нету способа борьбы с этим заболеванием, ничего конкретного, никто толком не знает. Мы можем делать разные предположения. В свою очередь мы проводим несколько экспериментов, пытаясь понять для себя о причинах возникновения, о способах избежания возникновения этой водянки и методах лечения. На данный момент сказать нам нечего, мы не знаем, как с ней бороться. Вот, по поводу того, что посмотрите ролик и вы все поймете, я не согласен в корне. Во-первых, некорректно сравнивать вообще два разных хозяйства, которые применяют разные корма, разную воду, разные препараты для выращивания своей птицы. Там, допустим, мы применяем максимум, что это витаминные пробиотики, человек применяет другие, хорошо вам известные, показанные в его роликах препараты. И выяснить причину, что в вентиляции или в применении этих препаратов, я считаю, невозможно. Вот, поэтому, исходя из наших условий, мы будем для себя определять, что является первостепенной причиной возникновения этого недуга. Что-то добавить тут что-то? Да, что у нас является первостепенной причиной. На крайняк, если у нас не получится то, что мы сейчас задумали, возможно, даже мы сделаем эксперимент по пропойке аптечкой, как рекомендуют многие птицеводы, партии эмбройлеров. И тоже, в свою очередь, сделаем какие-то выводы о эффективности, либо неэффективности этого метода. А далее уже будем смотреть, как бы, надо ли нам выращивать такую птицу, либо нет. Что? Ну, аптечка – это то, что пропаиваются цыплятки суток, пять суток, вот такие малюсенькие. И по 14-15. Имеется комплекс препаратов, в том числе, по-моему, антибиотик там тоже присутствует. Антибиотик, диостатик. Диостатик. Но это в совершенно владенческом возрасте. То есть считается, что птица все равно после аптечки получается чистая. Но мы ее не применяли никогда в жизни еще. Да, вот как вариант, возможно, мы, если у нас ничего не получится с нашими сейчас экспериментами по предполагаемым причинам возникновения, мы, может быть, но не точно, и такое сделаем тоже. Вот. Так что будьте добры, более не пишите, что вот посмотрите, там все... Понятно. Понятно. Нифига не понятно. Вот, ребята. Так что будем продолжать мы дальше изучать этот вопрос. Ну, так скажем... И если мы выясним причину, мы о ней, конечно же, расскажем. Позвольте нам усомниться, как у всех есть право, усомниться в чьем-то утверждении. Вот мы пока сомневаемся и попробуем техническим методом уборки помета и ежедневного, а то и не разового, да? Ну, я пару раз я утром даже убирал, когда они вону расточкивали. Потому что какие-то эти вот розы, мне не нравится. Не интеллигентная птица, какая-то вообще сумасшедшая. Она на поилку нападает, брызгит в стороны, кобы как-то более спокойные. И, кстати, сто раз уже мы порадовались, что у нас поддоны из поликарбоната. Он встает ванночкой, и лужа никакой на пол не стекает, и не промокает, сам не набухает. Короче, сложная урокская. Кома возникла вот только с ростами. До этого кобы вообще аккуратно пили, и все нормально было. Ну, свиньи, мелкие свиньи. На данный момент мне росту, колу понравится больше, хотя особой разницы я не вижу. Вот, что-то еще, подожди. Если мы придем к выводу, что без химии жесткой птицу поднять нельзя, при всех прочих равных условиях, которые мы попробуем, ну, наверное, тогда мы откажемся от птицы. Может быть. Потому что, ну, в общем, мне кажется, что люди, которые нам доверяют, недостойны того, чтобы кушать курочку недолжного качества, недолжного состава внутреннего, так скажем. Ну, здесь надо тем еще изучать, да. Может быть, действительно ничего нету в том, чтобы на раннем стадии давать. Но мы будем стараться вообще этого не делать. Если мы пытаемся уйти от антибиотика кормового, который содержится в ПК-5, то пичкать птицу специально всякими байтрилами, энерофлонами и так далее мы не хотели бы. Да, это жесткие антибиотики достаточно. И кормить коксидиостатиком на поздних стадиях, это вообще кошмар. Ну, все, всем спасибо. Смотрите нашу рекламу, подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Ставьте лайки. Не забывайте, нам очень приятно, когда вы оцениваете наше видео. И птицу мы будем мучить долго еще, да, видимо. Пока будем, да. Вот. Поэтому оставайтесь с нами. Все, что будет нам известно, станет известно Ивановым. Всего доброго.